1 октября 2017 года в городской клинической больнице номер 11 на академика Воробьева 5 загорелся кабинет. Пострадала сотрудница, ее ударило током. Короткое замыкание могло стоить жизни врачам и пациентам. Пожарной сигнализации в здании нет, или же она в нерабочем состоянии. Своими силами возгорание устранить не получилось. 25 апреля 2017 года экс-вице-мэр Зинаида Цверенько провела выездное совещание в ГКБ номер 11. Обсуждались вопросы финансирования и улучшения работы клинической больницы. Однако, судя по всему, от разговоров к делу чиновники так и не перешли. После ужасной трагедии в лагере Виктория, когда из-за коррупции в органах власти при пожаре погибли три маленькие девочки, чиновники стали в срочном порядке проводить внеплановые проверки пожарной безопасности в детских садах, школах, внешкольных учреждениях, больницах и поликлиниках. В результате проверки оказалось, что пожарная сигнализация установлена в 25 из 40 учреждений. Из них в рабочем состоянии только 15. В результате пожара в 11 больнице полностью выгорел кабинет, пострадали соседние помещения и межэтажные перекрытия. Стоит отметить, что совсем рядом от места возгорания находится поликлиника, которая принимает сотни одесситов ежедневно. Но похоже, что ни городские власти, ни администрацию больницы состояние пожарной безопасности помещения на самом деле совершенно не волнует, даже после того, как пожар в детском лагере унес жизни детей. А причиной всему поглотившая власть коррупция. Сколько еще жертв нужно принести на ее алтарь? Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что городской голова Одессы Геннадий Труханов несет политическую ответственность за трагедию в одесском лагере «Виктория», где при пожаре погибли дети. Однако о юридической ответственности речь пока не идет.